Ну наконец-то! Volkswagen Golf 8-го поколения в нашей стране ждали больше года. Проверим, стоило ли оно того. Как и прежде, Golf это хэтчбэк и только хэтчбэк. Других типов кузова нет и не планируется. Габариты почти не изменились. Дизайн остался абсолютно узнаваемым. Правда, формы теперь более обтекаемые, а значит и коэффициент аэродинамического сопротивления снизился. Светодиодные фары предлагаются уже в базе. За неё, кстати, теперь просят 2 миллиона 550 тысяч рублей. Тестовый же Golf стоит без малого 3 миллиона. Конкуренты KIA Ceed, Audi A3 и Mercedes-Benz A-класса. Если снаружи мы увидели сдержанную эволюцию, то внутри это полноценная революция. Ничего общего с предшественником. Виртуальные приборы и экран мультимедиа теперь находятся в одной плоскости и разделены лишь чёрной перемычкой. Привычных клавиш и переключателей больше нет. Их заменили сенсорные кнопки. Даже блок управления светом стал сенсорным. Никто в этом классе прежде ничего подобного не предлагал. Но удобно ли это? Не уверен. Например, настраивать климат-контроль на ходу теперь несподручно. Задний ряд просторнее не стал, равно как и багажник. У нас на тесте версия с проверенным временем бензиновым турбомотором. Рабочим объёмом 1,4 литра. Как и раньше, он развивает мощность 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров крутящего момента. А вот вместо роботизированной коробки с двумя сцеплениями теперь используется классический гидромеханический восьмиступенчатый автомат. И это на редкость слаженный тандем. Под плавные и своевременные переключения трансмиссии «Гольф» разменивает первую сотню за 8,5 секунд. Максималка 216 км в час. Средний расход топлива невелик 8 литров на 100 км. Вообще поведение модели очень точное и понятное. Вроде только сел, а уже привык. И кажется, что ездишь на ней долгое время. Автомобиль охотно заныривает в виражи и крепко держит траекторию. Но за это приходится расплачиваться недостаточной плавностью хода. Поездка по неидеальному асфальту сопровождается тычками и тряской. Плюс в салоне шумновато. Между спортивностью и комфортом немцы, очевидно, выбрали первое. Смущает только резво подросшая цена. В Германии «Гольф» считается народным автомобилем. У нас же при такой стоимости ему сложно будет стать массовым.